вот друзья сегодня у нас у нас сегодня 25 ноября вот этим свинкам у нас 5 месяцев и 5 дней 20 было 5 месяцев и сейчас 5 месяцев 5 дней к средине декабря начнем уже крупнее вы выбирать и убирать на мясо сначала пойдут крупные а потом там те которые поменьше кормежка у них постоянная он видит корм есть но сытые не сильно на него и накидывается едят кому надо по надобности такой вопрос чем кормишь напиши расскажи сейчас пойдем ко мне в корма цех и я вам покажу этом нарисовал таблицу чтобы вам было понятно то я объясняю пишу и все равно многие не понимают мне также вчера вышел ролик типа ищу секретаршу в кабинет мне уже сегодня разов 5 звонили что я ищу работника для своего хозяйства нет не ищу я работника для своего хозяйства то был чисто прикол а то мне уже и жена говорит что ты там за секретаршу себе ищешь начался такой хайшу то был прикол просто я говорю только секретарша не хватает будет секретарша под новый год это жена у меня будет уже дома под новый год с ну тут постоянно со мной мне помогать уже чаще а то уже начали писать звонить не на работу мне не надо и рабочих мне тоже не надо секретарша не надо ну то уже такое шутки шутками давайте по серьезному значит показываю они сейчас у меня едят гровер они у меня сидят на гровере на финиш я их не перевел пока держу на гровере и не знаю буду переводить на финиш или нет меня устраивает такой корм смотрю расход корма не сильно идет то есть у меня все устраивает и так само их рост тоже устраивает ну вот буквально я виде ролик снимал 4 месяца и 2 недели а сейчас 5 месяцев и 5 дней и разница уже какая ну я сам вижу так редко замечаю вам будет это кто следит за каналом более заметно это от моего каштана поросята свиноматка машка вот у меня корма цех здесь я занимаюсь чисто кормами и пока показываю вам вот я нарисовал таблица для сейчас я двери закрою а то солнце бьет вот так будет лучше таблица для ровора значит смотрите у меня только пшеница ну вот зерно отходы у меня только зерно отходы но если у вас есть ячмень кукуруза и пшеница то это все делитесь по допустим чего у вас больше чего меньше сами у меня только пшеница я даю 79 процентов 79 килограмм зерновой группы в вашем случае это может быть разное наименование соя шрот или макуха без разницы 17 килограмм только соя не сырая а то мне пишут а сырую можно сырую нельзя надо свою или макуху или соевый шрот и также премикс я использую водолага 4 процентный 4 килограмма и это все выходит 100 килограмм готового корма гровера гровер использую от 30 и там до 60 до 70 до 80 там уже каждого по желанию я на данный момент тех что показал вам кормлю без остановки но пока дальше кормлю так как вот атаки кормлю на этом у меня сидят те что мы взвешивали у 60 дней то есть у них уже по 30 там плюс я их уже перевел на этот гровер и сидят итальянцы тоже на этом корме сейчас все сидят старт у меня уже закончился старт уже я не делаю последнюю партию сделал раздался уже нет уже сейчас все сидят на этом потому что поросят пока нету будут поросята будем начинать уже тогда пред старт старт и а тут а вот меня весы от весы маленькие допустим где я премикс ну что такое там я делаю просто за одну ходку мешалка у меня бетонная мешалка 125 литров и я делаю не 100 килограмм 100 килограмм я никак в этой мешалке не вымешаю я делаю 50 килограмм делю это все на пополам а допустим премикса 2 сои 8 с половиной зерновой группы ну понятно было 80 40 а так 39 и 5 я думаю так вам уже будет понятно поставьте паузу и все это что касается гровера старт после отъема когда я делаю отъем поросят если у меня есть проект старту из готовы готовый предстарт в мешке то я оскармливаю предстарт и потихоньку перевожу на старт вот у меня старт бмвд и я мешаю бмвд старт и даю им и кормлю стартом до 30 килограмм живого веса парасенка дальше перевожу на вот это а я потом уже в конце смотрю по по факту смотрю уже как нравится мне нравится как они идут если хорошо идут уменьшу свою ну то уже такое вы сами поймете соевый шрот сейчас я открою чтобы виднее было вот соевый шрот я покупаю вот так он выглядит соевый шрот своего макуха без разницы и то и то все годится вот дроблю на дну я же не буду такими частями мешать есть вообще крупнее куски дроблю вот выходит уже дробленый дробленый соевый шрот я уже начал на крупней режь это дробить и нормально выходит а то выходило просто как мукаша можно лепешки лепить вот такой соевый шрот это уже готовы у меня на дробленый это надо дробить я беру понемногу по 150 по 120 по 200 килограмм купил себе там сразу и пользую заканчивается поехал взял где беру я вам уже скидывал видео шорт коротенькое видео вот там я беру у мерефе город мерефа так и вот сейчас я буду делать вместе с вами роверный корм вот такой вот и посмотрите как я делаю у меня то есть вот он уже сделанный вот это готовый бери насыпаем кормушку в бункер самое первое что я беру свешиваю это соевый шрот у меня все идет на на пополам если 17 значит я делаю 8 и 5 я делаю все себе для себя для своей бетонной мешалки на 50 килограмм готового корма больше она не вымешает смотрю ровно 8 500 должно быть 8 500 есть 8 500 беру премис у меня уже готовую ведерки и высыпаю туда чтобы было уже 10 500 двери открылись вот так 10 500 так просто видней поле еще чуть-чуть добавить премис у ведерка не выдыхается нигде ничего и не надо в том мешку каждый раз копошиться взял крышечкой закрыл их до следующего раза все вот у меня своя и премикс есть теперь мне надо туда без одного килограмма 40 килограмм зерновой группы я буду делать так как я делаю я уже не взвешиваю ведра по 10 килограмм зерновой когда я сам я уже знаю по ветру у меня от этого слиния это ровно 10 килограмм но уже рука набита каждый день и там если плюс-минус там она роль особо не так бросаю 10 килограмм зерновой потом слою с премиксом и вот 20 зерновой есть надо еще мне сюда 20 килограмм зерновой группы но я вот эту часть хорошо размешиваю где премиксы слоевая макуха а потом добавляю еще два ведра 20 килограмм без одного килограмма зерновой группы и корм готов и вот так она у меня минуты 3-4 бывает куда-то пойду что-то делаю но тут а мешает расколачивается пришел поставил мешалку назад высыпал еще 20 килограмм зерновой и опять оно там минут 3-5 калашматер и всю и ванную высыпаю сейчас покажу как вот размешала у меня допустим первую половину я засыпаю вторую половину половину и так Да ну мне тут точно прям грамка до грамки зерновой группы не надо поэтому я сильно не заморачиваюсь вот и все и получается 39 с половиной килограмм зерновой группы 8 с половиной сои и два премица размешается и можно давать высыпать в бункера у меня то там везде насыпано это так на готовлю наперёд прошу любить и завтра